Ребят, всем привет! Мне сегодня пришел достаточно забавный вопрос. Что будет, если в ЗАГСе сказать нет? И при всей комичности этого вопроса, последствия таких действий могут быть весьма и весьма серьезными. Дело в том, что вот эта процедура, при которой брачующиеся обмениваются кольцами, проставляют подписи соответствующих документов, не является формальной с точки зрения юридической. И если регистратор в процессе регистрации брака на вопрос, желает ли вы вступить в брак, услышит неоднозначный ответ, ну, например, что-то типа того, а как вы думаете, что я тут делаю, или что-то подобное, он задаст вам этот вопрос повторно. И если опять не получит утвердительный ответ «да», в регистрации такого брака будет отказано, несмотря на то, что в ЗАГСе имеется письменное заявление сторон о намерении вступить в брак. Последствия этих действий могут быть весьма серьезными, мол, ведь вот эта вот женщина, знаете, это похоже на ту оперу, что, брат, ты с этим не шути, это все очень серьезно, для тебя, может быть, закончится плачевно, вот так вот можно сказать, что не трогай лучшим, там, какие-то вещества запрещенные, для тебя это может быть плохо, да? Не иди в ЗАГС и не говори там «да», вот это вот серьезные последствия могут быть, а если ты в ЗАГСе скажешь «нет», то ты молодец, скорее всего, а у тебя хоть там немного включился мозг. И знаете, я сейчас не против ЗАГСа, абсолютно, нет, я не против семей, тем более я за крепкие семьи, я за то, чтобы мужчины и женщины встречались, рожали детей, заводили семьи. Я против вот тех женщин, которые делают бизнес на браках, разводятся, предают, выходят замуж не по любви. Субтитры создавал DimaTorzok